и мы продолжаем наш эфир о том а обо всем но главное мы вернулись в эту студию после достаточно длительного отсутствия нас не было две недели обычно по четвергам мы рассказывали об израиле и вот к сожалению немножко уехали ездили в египет и уже вернулись и продолжаем говорить сегодня об израиле у нас уже было три части разговора об израиле о нашей поездке которая случилась сентябре мы говорили о севере израиля о галерейском море о границе израиля и ливана там находится рож а никра это очень интересный морской заповедник и продолжаем разговор о севере израиля и о сегодня будем говорить о двух прекрасных городах это акка и хайфа традиционных не очень хорошо знают но это действительно те два места которые я рекомендую обязательно для посещения если сейчас вы посмотрите на карту вы сориентируетесь где она находится вот карта уже должна была появиться и смотрите вот по маршруту озеро которое находится с правой стороны с которой начинается маршрут это собственно галилейское море с него мы поехали наверх на границу с ливаном и потом поехали в город который называется город акка и там есть две достопримечательности о которых я расскажу после короткого видеосюжета и а и 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 уважаемые зрители вот вы увидели кусочек красоты этого прекрасного города город акка который находится на берегу Средиземного моря в государстве, которое называется Израиль. И этот город в 2001 году весь город внесен в наследие ЮНЕСКО. Почему весь город? Потому что фактически этот город соединяет в себе несколько разных культур. Дело в том, что в незапамятные времена отряды или толпы, не знаю, как правильно сказать, крестоносцев основались в этом городе. И верхняя часть города, имеется в виду наземная его часть, наполнена такими историческими местами, как, допустим, залы крестоносцев. Это большой комплекс, в котором, собственно, крестоносцы жили, тренировались, трапезничали. И внутри этого комплекса все сохранено именно в том виде, в котором, собственно, они и находились. Там есть широченная лестница, специально построенная для того, чтобы тренировались крестоносцы. То есть ряд из шести или семи полностью вооруженных рыцарей должен был удерживать эту лестницу. Это был один из вариантов их тренировок. Кроме этого, там сейчас сделана очень интересная и классная вещь. То есть, заходя в эти залы, в этот комплекс, ты шаг за шагом с помощью мультимедийных комплексов, которые там установлены, погружаешься в то время, когда открывали шаг за шагом археологи красоту этого места. Это место, залы крестоносцев, обязательно надо посетить. Это первая часть. И внутри, что немаловажно, есть большое количество лавочек, но не столь лавочек для продажи, а лавочек, в которых мастера, как вы видели, прямо на ваших глазах делают предметы, такие как там глиняные различные поделки, украшения из стекла. И все это происходит на ваших глазах. Мастера высочайшего уровня, то есть, они в этом месте открывают свою мастерскую и на глазах у вас сделают вам тот или иной сувенир. Вот это действительно такая жемчужина первая, с которой мы познакомились. И второе место, это подземные туннели, которые были построены орденом тамплиеров, который тоже квартировался в этом городе. И у этих туннелей было две функции. Одна официальная, это место, где сточные воды уходили в море. Но, если вы заметили, арки там высоченные и получается человек, даже не особо нагибаясь, может спокойно по ним двигаться. Выходят они на 200 метров в море и, соответственно, под водой построен туннель. Там вода немного просачивается, но он полностью, ну, то есть, там есть воздух. И по нему ты можешь выйти прямо в маленький островок в море. И к нему могли приставать причаливать корабли, на которые ты мог спокойно сесть и уехать из города. Это было специально сделано для того, чтобы в случае осады любой человек, находящийся в замке топлиеров, мог спокойно уйти. Вот такие вот места. Там можно бродить часами. Полностью сделанная реконструкция. Там течет вода. Ну, не канализационная, а просто для эффекта. И там мы провели где-то часа полтора. Вот такое место, город Акка, первое место, которое мы посетили в нашей поездке. И второй город, это город Хайфа. Но перед тем, как приступить к рассказу об этом городе, хочу представить гостю сегодняшнего эфира Анна Свирская, руководитель направления Израиль, компании Идриско Тур. Здравствуй. Здравствуйте. Вот, соответственно, сегодня у меня будут традиционные вопросы, да, после того, как мы расскажем о том, какой это интерес, какие это интересные места, всегда возникает вопрос, как туда попасть, да. Вот, ну и, собственно, перед тем, как говорить, как туда попасть, куда же попасть? Город Хайфа. Да, и второй рассказ о городе Хайфа, это Хайфа и его красоты и бахайские сады. Внимание на экран. Я сейчас нахожусь в центре города Хайфа и в самом верху, одной из самых главных достопримечательностей этого города, это бахайские сады, построенные последователями этой религии, бахаями, вот, которые имеют в своей структуре два по девять ярусов, которые спускаются в сторону моря. И посередине находится усыпальница с золотым куполом, в которой находится, собственно, сам баха, это пророк, человек, который основал эту религию. Вот, устройство садов очень интересное, то есть верхняя часть девять ярусов и храм видны сверху, а нижняя часть девять ярусов, поднимающаяся вверх, и, собственно, золотой купол видно снизу. Есть одна особенность. Туристов пускают только на первые два яруса, на котором, собственно, сейчас я и нахожусь. Дальше могут находиться только последователи бахаи. При этом движение вниз запрещено. Почему? Потому что бахаи поднимаются снизу вверх, и это соответствует их восприятию мира с точки зрения духовного развития. Потому что бахайские сады устроены следующим образом. Центральная часть ухоженная и построена по принципу английских садов, то есть все подстрижено, аккуратненько разложено и так далее. А вторая часть, то есть боковые части справа и слева, они как раз построены в такой французской традиции, то есть достаточно дикорастущий вид у растений. Бахаи рассказывают и обосновывают это тем, что именно так устроен наш мир. Культурные возделанные места там, где находятся люди живут, а вся окружающая природа, она дикая и растущая, живущая своей жизнью. Вот такое место, бахайские сады, центр Хайфы. Приезжайте. Убедительный аргумент, который оставили здесь турки. Эта пушка охраняла с одной стороны порт от нападения, а с другой стороны вполне могла обстреливать корабли, находящиеся в порту, да и здания, если кто-то себя нехорошо вел. Вот такой вот убедительный аргумент использовали турки много-много лет назад. Но сейчас это памятник культуры, на котором можно сфотографироваться и сделать фотографию Мюнхгаузена, который смотрит вдаль и собирается запрыгнуть на ядро. Вот такое вот туристическое богатство. Уважаемые зрители, вот пока мы готовились к эфиру, Анна, как эксперт по Израилю, открыла для меня небольшую тайну. Оказывается, Бахайские сады – это не только прерогатива Хайфы. Да, они наиболее известны в Хайфе, но, оказывается, они есть и в Вако. Как они туда попали, откуда они взялись? В Вако находится Бахайский сад маленький, так как свое учение основоположителя религии Бахай начинал Вако, поэтому Вако находится в Бахайский сад и там домик, в котором он жил. А уже как могила его находится в Хайфе. И развили вот эти красивейшие девятиярусные сады уже в Хайфе. Насколько я понял, 18 ярусов, потому что 9 сверху, усыпальница и 9 снизу. И опять же, повторюсь, уже в сюжете было, да, 9 видно сверху и 9 видно снизу. И все 18 ты сразу не увидишь. Вот, и насколько я понимаю, на картинке есть вот как раз Бахайские сады в Акко. Да, вот как раз снизу так выглядят красивые Бахайские сада в Акко непосредственно. В Акко мы провели один день. Насколько я понимаю, ты провела гораздо больше. И можешь рассказать, что там есть еще достаточно много вещей. Конечно, в Акко мало одного дня, потому что в Акко безумное количество достопримечательностей, так как этот город имеет многовековую историю. И наследие, которое в ней оставлено, оно начинается как и от римлян, так и от греков, так и от крестоносцев, так как в свое время Акко было столицей крестоносцев, что мы уже упоминали. И также турки оставили очень много от своих цивилизаций в Акко непосредственно. Поэтому одного дня там мало. Как ты рекомендуешь, вот как туда, ну, то есть туда можно попасть, там есть отели? Да, в Акко есть два небольших отеля, в которых туристы могут жить. И также, так как у нас Акко находится на севере Израиля, это западная Галилея идет. И от Акко недалеко очень красивый курорт на берегу Галилейского озера, как раз Тверия. Мы его также упоминали в предыдущих программах. Туристы могут останавливаться там, на этом курорте, ездить в Акко. Либо же часто туристы отдыхают в Хайфе непосредственно и ездят в Акко. Между Хайфой и Акко расстояние буквально там полчаса езды. При этом там очень хорошая дорога, что я не могу не отметить. И в принципе, если туристы отдыхают в Тель-Авиве, в Акко они попадут за полтора-два часа. Итак, Акко это вот ключевые точки, это, ну, то есть я две назвал, что там еще может быть интересно? Акко это у нас, в основном первое, что это Акко является крепостью. Самой большой, основной крепостью, которую все пытались покорить, но не всем это удавалось. Так как много цивилизаций в этом городе маленьком, осталось безумное количество этого наследия. Такие, как мечеть Джазара. Это хан, который завоевал все-таки Акко в свое время, турок. Отвоевал у крестоносцев. Да, отвоевал у крестоносцев. Это мечеть Джазара. Это третья по величине мечеть в Израиле. Она находится в Акко. Она, кстати, построена на останках хрестоносского храма. Акведуки шикарные, очень красивые, сохранились полностью до наших времен. Это непосредственно Бахайский сад в Акко. Это тунисская синагога, которая расположена так же Акко. Очень интересный и красивый волшебный сад в Акко. Его называют волшебным за счет того, что там очень как-то неординарные деревья. Они с большим корневищем идут. И вы когда туда попадаете, такое впечатление, что вы действительно попали в какой-то урывок из сказки. Туда часто приходят помедитировать, погулять в этом саду. Также очень красиво. Вот, туннели тамплиеров. Классная фотография. Вот действительно, когда попадаешь в туннели, они вот так освещены. И они длинные-длинные. Вот ты по ним идешь, журчит тихонько вода. Ты идешь, но вот ощущение, что ты один сам с собой. И такое немножко желание так либо ускорить шаг, либо совсем замедлить, чтобы вообще звуков не было. И ну, очень классное ощущение. Стоит как раз для тех людей, которые хотят на секунду там погрузиться в себя и почувствовать, что ты находишься в самом-самом, в очень древнем месте. И ты находишься под городом. И здесь ходили люди много тысяч лет назад. Это очень круто. Еще очень красиво, когда вы выходите из туннеля тамплиеров, и вам открывается красивейший пейзаж Средиземного моря. Также это хаман, который находится в Ака. Это самая большая баня, которая построена. Сохранена полностью в том стиле. Она, конечно, была разрушена, потому что в 13 веке мамлюки, они разрушили полностью Ака, и он погребен был. За счет того и каждый день проводятся раскопки, и археологи находят что-то новое и новое. Вакка, за счет чего его и внесли в наследие ЮНЕСКО. Этот хаман был также полностью разрушен, но его собрали из тех частей, что там были, и полностью его реконструировали. И также красивая цитадель Вакка находится, где очень красиво погулять. Ну и вот дворцы, которые остались от крестоносцев, они-то очень красивые. Они очень большие, они такие величественные. Когда вы туда попадаете, эти колонны огромные. Это очень. Первое время, когда мы там ходили, мы ходим такие, ого, ого, ого. Это настолько красиво и впечатляет, вот то величие, которое было. И передается энергетика сумасшедшая в этом городе. Да, согласен. И плюс еще в том Вакке, что он, в принципе, он маленький, он небольшой совсем по-своему. Вот, вот это немаловажно. Там жарко, ну в Израиле в принципе жарко. Но вот в Вакке мы это не так почувствовали. Почему? Потому что все вот эти переходы, все там везде тенек, большие, высокие там стены, храмы и все остальное. И нет вот этого ощущения удушающей жары, как, допустим, в этом... Тоже Мертвое море, Тель-Авив. Да, Тель-Авив, Мертвое море. Там действительно жарко, и вот эти открытые пространства, еще горячие камни, все-таки не так. А здесь было вот действительно для прогулок идеальное место. И еще много зелени, потому что он находится на берегу моря, и периодически прохладный ветерок, и тень от деревьев. Ну, прекрасно. В принципе, он находится на севере, а север он более зеленый. Да, да. В Израиле... Ну, Израиль весь зеленый. Вы не скажете, когда вы в Израиле, что это пустыня. Поверь мне, когда ты едешь на Мертвое море, ты понимаешь, что пустыня, что там есть пустыня. Когда спускаетесь на самую нижнюю точку, ощущение, что вы сейчас взлетаете. Уши начинают закладывать, но это также очень красиво. И пустыня безумно красивая вечером. Она вся в таких розовых тонах, там очень много каньонов. И в пустыне, когда туристы отдыхают на Мертвом море, стоит взять экскурсию. Потому что они есть пустыню, как и ночные, так и дневные. И спуски по каньонам. Хайфа. Так, с Сака мы закончили. Хайфа. Ну, вот фотографии бахайских садов с разных ракурсов. И, собственно, сама Хайфа, она в отличие от Ака, она горная. То есть она находится на горе Кармель. У нас отель, кстати, так и назывался Кармель. И он был на одной из верхних точек. И вниз к бахайским садам мы спускались по таким достаточно узким улочкам. Но вторая часть города с главной променадной улицей находится уже на ровной такой части, по которой, сразу хочу обратить ваше внимание, не надо будет лазить. Поэтому знайте, что если у вас отель находится на горе, подумайте, как вы будете добираться. Пешочком, поверьте мне, это будет очень сложно. Там достаточно круто наверх подниматься после ужина. Ну, это да. Кстати, Кармель – это шикарный отель, самый любимый отель наших туристов. Это всемирная сеть в Израиле, это Даны. И это отель действительно высокого, хорошего уровня. Да, 15 номеров, бутик, отель, да, да, это да. Вот. И как добраться вниз? В Хайфе есть фуникулер на верхней части Хайфы, который спускает туристов к нижней части. Также есть метро. Всего 6 станций, поэтому довольно-таки удобно и комфортно. В принципе, можно не пользоваться даже и маршрутками, которые вас все равно доставят вниз. Но по времени это займет у вас буквально 10 минут. Меня больше не интересует вверх, вот, потому что вниз как-то там проще. Вверх точно так же. Вы можете добраться на фуникулере, либо же на метро. Очень удобно. Итак, вот два города, что, если пока мы рассказали более подробно, вот по Хайфе, да, кроме Бахайских садов и променадной улицы, да, променадная улица, там куча кафешек, ресторанчиков и так далее. По ней можно идти, пробуя одно, второе, третье, несколько часов. Вот. Что еще? Какие еще есть интересные места? По Хайфе, это, конечно, Бахайские сады. Вот они в ночную не так видны, они подсвечиваются со всех сторон, и это безумно красиво, конечно. Недалеко также находится у нас монастырь Стелла Марис, его еще называют «Морская звезда». И как раз возле этого монастыря находится очень красивая смотровая площадка, где вам так же, как и на Бахайских садах, когда вы на ней, видна Хайфа как на ладони. И вот как раз там и находится этот фуникулерчик, который спускает туристов с верхней Хайфы в нижнюю. Туристы могут в горах Кармель, находится пещера пророка Ильи. Туда очень интересно спуститься, и также получите массу впечатлений. Но помимо этого всего, в Хайфе находится очень красивый зоопарк, где собраны практически все виды животных. И это непередаваемо, потому что это существенно отличается от нашего зоопарка. Настолько это все ухоженно и красиво, что есть к чему стремиться, скажем так. Он большой по территории? Да, это большой зоопарк, там собраны практически все виды животных, и там можно на целый день потеряться. Особенно если туристы едут с детьми. Есть очень интересные программы, когда можно зайти в клетку к маленьким животным, к примеру, их погладить. Но это все по часам, там есть люди, которые вам подсказывают, когда что происходит, какие действия в зоопарке. Плюс-минус стоимость на взрослого, на ребенка. На взрослого это где-то от 50-60 долларов, на ребенка половина. То есть 25-30, да? Где-то так. Да, вполне нормально, то есть взрослый плюс ребенок это где-то 100 долларов. Да, но это полноценная экскурсия на целый день. Уже там включены все внутренние экскурсии или доплачивать надо? Внутренние включены, но не включена еда, которую вы захотите покушать, этого, конечно, нет. Так, ну, соответственно, вот вкус немножко двух городов мы пощупали. Теперь у меня, наверное, основной вопрос. Как, когда туда можно попасть? Плюс-минус какие есть программы? Тем более не забываем у нас Новый год, Рождество приближается. Вот что интересного? Смотрите, туда попасть, как всегда, можно в любое время. Только по перелету. Единственный нюанс, нужно подбирать его заранее. Потому что чем ближе к дате вылета, тем он будет дороже. Попасть в Хайфу вы можете, когда хотите. В принципе, отели работают постоянно, никаких проблем с этим нет. Трансфер в Хайфу у нас индивидуальный. То есть, его надо отдельно оплачивать? Да, его нужно оплачивать отдельно, потому что в Хайфу не ездит групповой трансфер. То есть, мы прилетаем в Бен-Гурион? Вы прилетаете в Бен-Гурион, вас встречают с табличкой и отвозят в отели на курорт. И Хайфа представлена так же, как и Ака, практически во всех экскурсионных программах. Потому что это действительно, ну это не сказать, конечно, наравне с Иерусалимом, Вифлеемом. Но это то место, которое обязательно нужно посмотреть в Израиле. Для уважаемых зрителей скажу, что формат существует обычно, вот два формата. Один так называемый пакетный или групповые туры, когда покупаешь уже сразу все. И перелет, и трансфер, и отель, проживание один, второй отель и обычно одна-две базовых экскурсии. И второй вариант, о котором Анна говорила, это когда ты подбираешь себе вылеты. Допустим, хочешь поехать вот в такие-то даты, тебе предлагают, просчитывают отель. И сразу добавляют к этому уже трансферы и так далее. Вот это уже более сборный тур под конкретный запрос. По пакетным турам, да, что есть? У нас как раз на этой неделе уже открылись наборы в две группы. Новогодняя и рождественская. В новогоднем групповом туре туристы будут встречать Новый год в Эйлате. И также посмотрят всю экскурсионку по Израилю. И в Эйлате у них будет возможность два дня отдохнуть. Они будут проживать в Твере и в Вифлееме. И между ними у нас Эйлате. То есть они прилетают в Бен-Гурион? Они прилетают в Бен-Гурион. Их забирает их гид, который будет с ними находиться весь период. Отвозят их в Твере. И перед этим они, конечно, посмотрят Тель-Авив. И Красную набережную, старый город Ябра. То есть это экскурсия, да? Да, когда они прилетят. И они поедут уже в отель. А со следующего дня, когда они отдохнут, у них начнется полноценная экскурсионка по всему Израилю. То есть это и север, и потом они спустятся в Эйлат, то есть юг. Вот. У нас, получается, в нашей поездке была аналогичная ситуация, за исключением Эйлата. Ну, как-то это была более рабочая поездка, и отдых был мало предусмотрен. Поэтому мы прилетели вот точно так же в Бен-Гурион. Потом переехали в Тверию. Вот. Там поселились в отель. Там у нас были экскурсии. Мы проехали по северу. То есть вот самая северная точка. Акка, Хайфа с экскурсиями. Потом вернулись в Тель-Авив. И с Тель-Авива мы переехали в Иерусалим. Ну, Вифлеем – это города, которые находятся рядом. То есть, по сути, своей вот такая вот программа предлагается. Это Новый год. Это Новый год. Вылет у нас 28-го, 12-го. Стоимость уже доступна к бронированию. Стоит 925 долларов на одного человека в двухместном номере. Это с перелетом проживания и питания завтрак и ужин. Завтрак и ужин, да. Что довольно удобно. И новогодний ужин входит в стоимость. Очень приятная. А именно сам Новый год будет проходить… В Эйлате. В Эйлате. Это очень красивое зрелище, потому что в Эйлате выпускают безумное количество фейерверков в новогоднюю ночь и, в принципе, по всему Израилю. Но это очень колоритно проводится и безумно красиво. Все небо, оно все в огнях. То есть, провести новогоднюю ночь на берегу Красного, в этом случае море, уже не Средиземное, а Красное море, Эйлат. И получить два в одном. И новогоднюю ночь за границей, и с другой стороны море в вашем распоряжении. И все, что интересно в этих групповых турах, ну, гид, конечно, говорит еще об этом туристам всем. В Твери находятся красивые поющие фонтаны, которые вечером обычно смотрят туристы. Поэтому они могут и в Твери очень красиво провести время, потому что в Твери это аж север у нас Израиля, это Галилейское озеро и очень красивый колоритный курорт, где также есть. Обижаете, Галилейское море. Ну, Галилейское море, да, это четвертое море в Израиле, и они называют его морем. Вот, а мне в Твери, вот на меня оставило, конечно, на мне оставил неизгладимый след и впечатление, это вот... Кораблик? Нет, там был аттракцион, когда было кресло на двух пружинах и одевали типа Oculus, да, очки и 3D-эффект, типа вот 3D-кинотеатр, только одна такая деталь двигателем кресла выступал сам хозяин аттракциона, то есть он в нужный момент его начинал трясти вправо-влево и так далее, создавая вот этот эффект погружения. Мы, конечно, рядом стояли и хохот там стоял неимоверный. Там собираются толпы туристов, которые снимают весь этот процесс снаружи, ну, очень прикольно. Поэтому Твери у меня отложилось почему-то именно вот таким вариантом. И там прекрасная кухня, конечно, там очень-очень-очень вкусно. Во всем Израиле очень вкусно, хочу вам сказать. Да, 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 вот это национальный вид спорта, питание. Вот, и еще один есть. Да, и еще у нас рождественский тур. Это где, как, что? Это рождественский тур на 2 января, где туристы на 7 ночей, туристы Рождество празднуют в храме Рождества Христового в Вифлееме непосредственно. Но будьте готовы к такому нюансу, мы всегда предупреждаем, что будет очень много туристов в храме, потому что... Паломников или туристов? Всех. Всех. И паломники, и туристы, потому что как раз схождение огня идет, и не только туристы, даже сами израильтяне стараются попасть туда в этот день. И что хорошо, что у нас уже забронировано место для нашей группы заранее, потому что не всегда можно попасть в храм в этот день. Это тур у нас с проживанием Твери и Вифлеем также. В отеле в Твери очень хороший Кинг Соломон, мы его очень любим, это четверка, что немаловажно по уровню хорошие отели, подобранные. Количество дней и стоимость? 8 дней, 7 ночей, вся экскурсионная программа, 750 долларов с перелетом. Завтрак-ужин питание? Завтрак-ужин это экскурсионная стоимость, которая действует в месяц. Ну вот, уважаемые зрители, такой у нас небольшой рассказ был сегодня о двух городах Акка-Хайфа, и такие два интересных предложения, это новогоднее и рождественское. Причем рождественское я ожидал, что будет европейское рождество до нашего Нового года, 20 числа, а оказывается это наше рождество, начиная со 2 числа вы будете в стране Израиль, и собственно, именно в канун Рождества вы будете в храме Рождества Христова. Вот такие вот предложения и вот такой вот сегодняшний рассказ. Мы продолжали говорить о севере Израиля, а на следующей неделе мы уже переберемся чуть поюжнее, это Тель-Авив. На следующей неделе Тель-Авив, смотрите нас, и на этом до новых встреч, пока-пока. До свидания.